Материнский капитал Материнские родившие или усыновившие третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2009 года по 31 октября 2019 года, могут получить сертификат на окружной материнский капитал один раз на одного из детей. Семьи, в которых третьи и последующие дети появились после 1 ноября 2019 года, могут получить материнский капитал на каждого из детей. Соответствующие поправки в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, были инициированы главой региона Александром Цибульским и приняты собранием депутатов 24 октября этого года. Как пояснили в профильном окружном ведомстве, сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители Ненецкого округа, проживающие здесь не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. Распоряжаться средствами окружного материнского капитала можно одновременно по двум направлениям из 11. Так, одно из самых популярных среди многодетных семей округа направление приобретения транспортного средства. Этой возможностью воспользовались 606 многодетных семей округа. Второе по популярности направление улучшения жилищных условий. На эти цели направлены средства 425 сертификатов. На третьем месте единовременная выплата и средства окружного материнского капитала ее получили 615 семей. В деле о пожаре здания на Ненецкой 10 нет криминальной составляющей. Об этом стало известно в ходе брифинга журналистов с представителями Главного управления МЧС и Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого округа. Неутешительная статистика экстренных служб свидетельствует об увеличении роста пожаров. Так, если в прошлом году количество возгораний равнялось 12, в 2019 цифра увеличилась на 5. Для малонаселенного региона даже 17 пожаров за один месяц довольно-таки много. Как пояснили в ходе брифинга, это связано с наступлением сезона холодов. Ну, сезонное явление, понятно, что наступление холодов и так далее. Народ начинает пользоваться печным отоплением, электроприборами и так далее, и так далее. Народ прогревает технику, уже используя какие-то приборы отопительные для загреба автомобильной техники. Ну, на самом деле, профилактическая работа, она не прекращается. Вот и сейчас, вот с 11 числа, в отряде казённого учреждения, отряда государственной противопожарной службы, есть приказ об усилении, вот, как раз профилактической работы с населением. И со вчерашнего числа уже они проводят соответствующие рейды, профилактику, вот, обход непосредственно подборовых, по квартирам. Что касается ещё одного крупного пожара, который случился в посёлке Искатели, напомним, дом номер 12 на улице Строителей сгорел ранним утром 28 октября. Без крова остались 59 человек. Погибших при пожаре нет. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания. По словам представителей исполнительного органа власти, в труднодоступных населённых пунктах региона к профилактической работе подключились добровольные пожарные дружины. Кроме того, во всех сельских поселениях Заполярье сегодня созданы пожарные посты, комплектованные как личным составом, так и необходимой пожарной техникой. Двум муниципальным предприятиям присвоен статус региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщается на официальном портале окружной администрации. А по этапной подготовке к переходу Ненецкого округа на новую систему обращения с отходами речь шла на заседании рабочей группы при профильном ведомстве. Участники совещания уточнили готовность к переходу на новую систему и доложили о текущем статусе реализации проекта. Так в активную фазу входит работа региональных операторов, комбината по благоустройству, потовому обслуживанию и север-жилком сервиса. Статус операторов за ними официально закреплен, а значит предприятия могут приступать к работе. В ближайшее время они должны проанализировать объемы предстоящих работ, количество потребителей услуги по обращению с ТКО и направить соответствующую информацию для расчета тарифов. На сегодняшний день профильными органами власти разрабатывается проект окружного закона о субсидировании тарифов для населения. Напомним, в зону ответственности комбината будут входить Нарьинмар, поселки Искатели и Красное село Тельвиска. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать север-жилком сервис. В 80-летний юбилей отметила 4-я городская школа. Поздравления накануне принимали учителя, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет. Торжественный концерт состоялся накануне в культурном центре Арктика. Первый учебный год в 4-й школе стартовал в 1939 году. Тогда образовательное учреждение имело статус неполной средней школы или семилетки. В 1962 году 4-я школа была преобразована в 8-летнюю, а в 1991 году в среднюю. За свою историю школа поменяла несколько зданий. Нынешние выпускники, ученики 11-го класса еще помнят, как начинали учебу в старенькой деревянной школе. В разное время в этой школе, имеющей богатую историю и славные педагогические традиции, работали заслуженные учителя России. Одна из лучших школ в регионе, 4-я, продолжает развиваться и совершенствовать школьную систему обучения. Здесь появляются новые образовательные направления и технологии. 4-я школа шагает в ногу со временем. История очень большая у этой школы. Прекрасные учителя в ней работают. Прекрасные дети, которые вышли из тем школы и добились уже успеха в своей жизни. И, конечно, в день рождения я хочу пожелать всем, самое главное, крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия. Чтобы наши дети нас радовали. Чтобы школа приносила счастье. И чтобы все в эту школу, в нашу четвертую, шли с любовью. В день празднования юбилея в адрес коллектива педагогов, ветеранов и, конечно, выпускников разных лет звучали поздравления от представителей всех ветвей власти. Не обошлось без подарков, заслуженных грамот педагогам. Торжества прошли на высоком уровне. Активисты российского движения школьников отметили день рождения своей организации большим праздником. Мероприятие прошло выходные на базе первой городской школы. На окружной слет РДШ собрались ребята из Наринмара и поселка Искателей. Всего более ста человек. Мероприятие проходит уже третий год подряд и стало доброй традицией. Традиционный слет активистов российского движения школьников – это большой праздник. В этот день в торжественной обстановке в ряды РДШ принимают новых героев. За четыре года в регионе к движению присоединились порядка двух тысяч человек из Наринмара, Искателей, Харуты, Каратайки, Умы, Великовисочного, Нельминого Носа, Тельвиски, Красного, Коткина. Школьники реализуют себя в рамках различных проектов. Всего их 13. Три из них реализуются в рамках нацпроекта образования. Это «Добро не уходит на каникулы», «Классные встречи» и «Лига вожатых». Самые активные дети были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, в рамках съезда были оглашены итоги отборочного этапа на ежегодный Всероссийский зимний фестиваль, на который отправятся 9 активистов из Ненецкого округа. Российское движение школьников – это общественная организация, у которой много проектов и возможностей. Спонсор множества проектов РДШ в Ненецком округе – Ненецкая нефтяная компания. Итоговым мероприятием 2019 года для участников движения станет первой формой регионального движения РДШ в Ненецком округе «За нами будущее», который пройдет на Ринмаре 6 по 8 декабря. На форуме будет представлено 5 тематических площадок – гражданская активность, КВН, площадка военно-патриотическое направление, личностного развития и площадка информационно-медийного направления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова